Дмитрий Цвибель, председатель еврейской религиозной общины города Петрозаводска. Дмитрий, как вы относитесь к гомофобии и вообще к сексуальным меньшинствам? К гомофобии я отношусь крайне отрицательно, к сексуальным меньшинствам я отношусь вполне терпимо. Я против того, чтобы устраивать парады, я думаю, это не повод для именно парадов и для демонстрации своей принадлежности. Я считаюсь принадлежащим к традиционной сексуальной ориентации, но я же не хожу по улицам и не размахиваю ничем. Я считаю, что это частное дело каждого человека жить так, как он считает нужным, с тем, с кем он считает нужным, до тех пор, пока это не мешает другим людям. Но вы раввин, а Тора осуждает гомосексуализм. Тора осуждает гомосексуализм, так же, как любые другие религии, как нарушение естества, нарушение того, ради чего создан человек. Но поскольку эти нарушения существуют, поскольку это данность, это предрасположенность человека, и давно уже доказано медицински, что это люди особые, тут можно очень много примеров приводить. В России самый яркий пример это, конечно, Петр Ильич Чайковский, величайший русский композитор, и очень тонкий, и понятно тогда его трагедия, понятно, почему он вынужден был покончить с собой. Сейчас уже найдены документы, доказывающие это, и тогда на этом фоне, иначе даже его музыка слушается, когда понимаешь всю трагедию человека, который был в обществе, который, естественно, это все осуждал, и человека, который должен был прятаться всю жизнь, человек, который очень переживал свое положение, очень переживал свою вот такую вот неординарность. Тем не менее, вот, я думаю, что если был бы он такой же, как все остальные, не было бы у него, может быть, той гениальности, которая у него есть. Особенно враждебно к геям и лесбиянкам относятся православные. Как вы думаете, почему? Я не знаю, вы понимаете, может быть, не особенно, просто, может быть, здесь у нас это заметнее, потому что православная церковь это доступает очень так ярко и демонстративно, и... не знаю, трудно сказать, я не хочу никого осуждать, вот, но я думаю, что, поскольку действительно это природа, против природы трудно идти, извините, но среди священства тоже это существует, и, может быть, поэтому так громко и православная церковь и заявляет свои протесты. Как вы относитесь к однополым бракам? Ну, я тоже считаю, что это, как бы, дело тех людей, которые считают, что так им жить лучше, и пусть это будет так, не знаю, я предпочитаю традиционный брак, но если другой человек думает иначе и хочет жить так, как он хочет, пусть он живет так, как он хочет. Вы понимаете, в каждой религии есть разные ответвления, есть разные направления, есть разные течения, и... так же, как и в иудаизме, так же, как в христианстве, там, сотни всяких, и, как всегда, крайние течения, с одной стороны, и в иудаизме есть течения, которые признают, и даже раввины благословляют однополые браки, и, конечно, есть другая крайность, когда, как говорится, побивают камнями тех, кто, значит, живет не так, как бы, хотелось, вот, ну, я думаю, как бы, считается, что где-то истина посередине, я не всегда думаю, что она всегда посередине, но, поскольку мы живем, все-таки, в мире разумном, ну, так, надеемся, все-таки, что этот мир, все-таки, разумен, поэтому надо все-таки чаще прибегать к разуму и смотреть на те тексты, которые являются священными с точки зрения разума, с точки зрения менталитета современного человека. В противном случае это все превращается в голую догматику и схоластику, и ведь тот текст, который написан, он потому и священен, что он применим ко всем, ко всем случаям жизни и ко всем, ко всему, ко всем временам. Просто надо в этом тексте видеть то, что, не то, что хотелось бы видеть, а тот глубинный смысл, не просто букву, потому что буквы как бы одинаковые, но буквы читаются в разные эпохи по-разному, и можно ставить ударение на одном, можно ставить ударение на другом, и от этого меняется просто сам смысл. Все прекрасно понимают, что достаточно изменить просто запятую, меняется смысл, не только фразы, но и смысл всего учения. И вот тут я думаю, что любые крайние проявления, любые, в любой религии, не то, что опасные, но во всяком случае они нежелательны, нежелательны. Мы живем в очень динамичном мире, в мире, где соседствуют, хотят они этого, не хотят. Разные религии, разные расы, люди разной национальности, люди разного менталитета. Земля, как мы сейчас видим, очень маленькая, очень маленькая, и наделать всякого зла ничего не стоит. Хорошо говорят, что надо много людей, много умных людей, чтобы мир существовал, и достаточно одного дурака, чтобы это все разрушить. Так вот, будем надеяться, что дураков все-таки будет поменьше, а для этого надо просто прислушиваться, прислушиваться и посмотреть, что делается вокруг. И вообще взгляд, я думаю, надо обращать не столько на какие-то внешние проявления, а на внутренние. И каждый должен сначала разобраться в себе, а почему он выступает против. И пусть он честно себе скажет, почему. Только потому, что кто-то ему сказал, что давай-ка сделаем демонстрацию за, или демонстрацию против, это не имеет уже значения. И вот эта вот стадность, это вот нежелание думать своей головой, по-моему, приводит к очень большим последствиям и очень страшным последствиям. А человек должен сам решать. Это очень опасно, когда за тебя кто-то решает, и тебе говорят, что вот это плохо, вот это хорошо. Ты должен сам понять, а почему это плохо. Если ты пришел к тому пониманию, что вот это вот плохо, по-моему, тоже это плохо, значит, надо разобраться в причинах, надо разобраться, может быть, это плохо с твоей точки зрения, это плохо, а с точки зрения того человека, который что-то вот делает, может быть, он считает, что это хорошо, и, ну, отойди в сторону, если он тебе не мешает, а если ты считаешь, что он творит зло, значит, попробуй войти с ним в контакт, и выяснить, в конце концов, можно, и прийти к какому-то, ну, может быть, если даже не общему знаменателю, но можно жить в каких-то параллелях, как сейчас говорят, в мирах, не соприкасаясь, но, опять же, я подчеркиваю, не мешая друг другу и не нанося вред, не нанося вред другому человеку, не нанося вред общей жизненной ситуации. Это сложно, это гораздо проще, вот это красное, это чёрное, это белое, флаг руки и пошёл, это ужасно.